Библейский портал экзегет.ру представляет 17 глава третьей книги царей, читаю свой перевод для библейского портала экзегет И у нас тут такой переломный момент, вот мы читали предыдущие главы, их не очень приятно читать, потому что новостей там особых мы не видим, а видим только печальные итоги Цари сменяют друг друга и в Северном Израильском, и в Южном Иудейском царстве, и большинство из них, они впадают в язычество, совершают всякие неблаговидные поступки В Северном царстве еще и бесконечные военные перевороты, какой-то военачальник собирает свое войско, идет, убивает царя, сам становится царем, потом другой с ним делает то же самое И вообще можно это все как-то остановить или нет? Вот 17 глава начинает цикл повествований об Илье, пророке Илье, который, собственно говоря, именно это и пытается сделать Илья из Тэшбы, что в Геладе, Гелад это область за Иорданом, сказал Ахаву Вот смотрите, он вводится так абсолютно, вот, безо всяких предисловий Ахав это царь Северного Израильского царства на тот момент, а Илья-то кто? А вот все, наверное, уже и так знают Да, вот он приходит прямо из ниоткуда Сказал Ахаву, жив Господь, Бог Израилев, перед которым я стою В ближайшие годы не будет ни росы, ни дождя, кроме как по слову моему Понятно, что колоссальная засуха, да, когда нет росы и дождя, она просто губит всю страну И Илья, в общем, смотрите, он даже не комментирует поведение Ахавы Он не говорит, что вот за те грехи, которые мы часто встречали, да Вот ты там был неверен, ты творил зло в очах моих, говорит Господь за это А просто вот такая констатация факта Вот такая шоковая терапия И было к нему слово Господне, к Илье Ступай отсюда на восток и скрою своего потока к Ирид, что за Иорданом Ты будешь пить из этого потока, кормить, я тебя велю вороном И одновременно Илья не рискует остаться рядом с Ахавом, потому что, ну, если сбудется пророчество Так ведь Илье не поздоровится, да, если вся страна будет голодать И вот он отправляется куда-то в абсолютной дикой местности пить из потока Ну хорошо, там какой-то ручеек течет, а кормить вороном это как? Он отправился в путь и поступил по слову Господню Скрылся у потока и говорит, что за Иорданом Ворона приносили ему хлеб и мясо утром и хлеб и мясо вечером Опил он из потока Но прошло время, и пересох поток, и бы не было по всей стране дождя И вот он сам становится частью того народа, который страдает от этого Очень важно, что Илья человек, который не получает никакого профита за все свои пророчества Наоборот, ему приходится еще и скрываться от царя Ахава Потому что очень легко сказать, вот я весь в белом, а вы тут такие паршивцы-язычники Давайте сейчас Бог вас накажет, куча проповедников примерно это и говорят А Илья человек, который испытывает первым этот удар судьбы, да? Потому что ему еще приходится прятаться А вот дальше очень интересный эпизод Вот закончилась вода, но Господь его, наверное, к другой какой-то воде направил, да? Ну, мало ли, или там чудесным образом из скалы извел, как у Моисея было во время странствия по Синаю Не совсем И было к нему слово Господне Ступай в царепту, что около Сидона Сидон — это вообще-то финикийский город Финикийцы — язычники, да? То есть давай отправляйся туда куда-то к язычникам Ты вот против язычства, ну вот давай сам туда иди И поселись там, а я велю одной вдове кормить себя Ну, лучше, чем вороны, правда? Все-таки человек, с кем перемолвиться хоть будет Он отправился в царепту и при входе в город увидел одну вдову, собиравшую хворост Он обратился к ней и попросил Принеси немного воды в кувшине, мне попить А у них же там засуха, воды нету прежде всего Она пошла, но он снова обратился к ней Принеси мне еще немного хлеба Да, вот так приходит пророк в неизвестный город Давай ты меня там напои, накорми Она спокойно идет, не зная ничего о нем Вот закон гостеприимства Наверное, если бы она была чуть поразборчивой Сказала, а ты вообще кто такой, чтобы мне такие требования выставлять? Давай пойди сам себе там заработай, найди И с ней бы ничего не случилось из того, что случилось дальше Очень частый мотив в Ветхом Завете Гостеприимство открывает дорогу для Божьего чуда Сначала ты принимаешь того, о ком ты не знаешь ничего А потом в твоей жизни все неожиданно меняется к лучшему Но только потом Принеси мне еще немного хлеба Она ответила, жив Господь, Бог твой Бог твой, да, то есть она знает, что он почитает Господа Сама она, кстати, непонятно кто, вполне возможно, что язычница Мы не знаем точно Жив Господь, Бог твой, нет у меня никакого готового хлеба Есть катки, пригоршни муки и капли масла в кувшине Вот набрала я пару визанок хвороста Пойду и спеку еды себе и сыну Съедим это, а дальше смертно То есть, собственно, дать-то тебе нечего Мы последнее доедаем Илья сказал ей, не бойся, ступай и сделай, как ты говорил Только сначала испеки маленькую лепешку для меня и принеси сюда А потом приготовь себе и сына Да, вот такой маленький тест У нее ребенок Кто же от своего ребенка отберет кусок, чтобы накормить абсолютного незнакомца Вот если ты на это готов ради гостеприимства То все будет хорошо Вот что говорит Господь, Бог Израиля Сразу же он дает обещание Мука не закончится в катке и масло не стягнет в кувшине Пока не пошлет Господь дождь на землю Она пошла и поступила, как сказал Илья У нее есть уже это обещание Но все равно это очень серьезный акт веры Вот вера, да Мы очень много об этом понятии говорим Думаем, рассуждаем Я верю в Бога Такое абстрактное, умозрительное заключение Я верю, что есть некая личность Которая сотворила мир Ну и дальше длинный список из катехизиса А вот он приходит и говорит Слушай, ты последний кусок отдай сначала мне Потом можешь себе и ребенку взять И тогда Бог тебе даст изобилие Вот это вера То есть человек совершает некое действие Которое со всех точек зрения безумно Ну хотя, если рассудить, это последняя лепешка То, в общем, поделиться последним Может быть, не так страшно, как поделиться Очень большим объемом Да, потому что, ну все равно не хватит Но все равно завтра голод Да, там, отломить от этой лепешки Не отломить Завтра есть уже нечего будет Вдруг сработает Может, это еще история про то, что Вот именно бедность, крайняя нищета Она дает вере простор Потому что больше не на что надеяться Никаких рациональных причин нет А если бы у нее было, как у многих из нас Довольно ощутимое количество там всего продовольствия Разных других ресурсов Пришел Илья и сказал Отдай мне С какой стати, да? У меня все есть Мне нужно на завтра, на послезавтра На жизнь моих детей Она пошла и поступила, как сказала Илья И кормилась сама вместе со всем домом Сколько было нужно Мука в катке не кончалась И масло в кувшине не иссякало По слову Господню, который возвестил Илья Но еще интересно, что Как работает чудо Он не сказал И вот тебе тысяча там талантов, золота И теперь ты богатая Купи себе вообще все, что хочешь, да? Очень часто, кстати, благотворительность Она не идет человеку впрок Потому что ему дают какие-то денежные средства Он их там проматывает на, не знаю На развлечение, удовольствие, выпивку А просто вот на сегодня есть А завтра смотришь И на сегодня есть И послезавтра И так и за дня в день Да, не более того То есть Очень часто Человек, который доверяется Богу Он просто обнаруживает Что вот каждый день жизни Можно прожить Что будет на следующем Он не знает еще Может и не получится ничего Но вот Вера как доверие Да, вера как уверенность И потом в молитве Господне Это прозвучит Хлеб наш насущный Дашь нам днесь Вместо того, чтобы сказать На текущий месяц Пожалуйста, выдели нам ресурсы Лучше всего на год Или на пятилетку Нет Только на днесь Только на сегодняшний день После этого заболел Сын той женщины Хозяйки дома И болезнь усиливалась Вот он перестал дышать Ну, понятно, что Вдова у нее Один сын Что еще у нее в жизни есть? Да ничего Да, даже хлеба нет И удивительная такая вот ситуация Пришел пророк Спас от смерти А он умер Сын Тогда она обратилась к нему Что тебе до меня, человек Божий? Ты пришел, чтобы напомнить мне О моей вине Умертвить моего сына Возможно, она сознает за собой Какой-то тяжкий грех Возможно И пока не было человека Божьего Собственно говоря Сын бы уже умер Если бы он не пришел от голода Но Это вот как бы естественное течение события А вот пророк вторгается в жизнь И человек начинает переоценивать И оказывается, пророк Это не только благо Это напоминание о своей вине И лучше бы, наверное, мы умерли от голода Но я не ощущала бы вины за эту смерть А теперь ощущаю Потому что божественная вторглась в мою жизнь Он ответил Дай мне сына А он не выясняет, что Какая у тебя вина В чем ты там виноват И как часто люди Другим навязывают свою интерпретацию Это тебе за то, что ты там что-то сделала Дай мне сына Все Без лишних слов Он взял его тело с коленей Поднялся в верхнюю комнату, где жил И положил на свою постель Возвал он ко Господу так Господи Божий мой Неужели и вдове, у которой я живу Ты причинишь такое горе, умритвив ее сына Трижды простирался он от тела ребенка И трижды взывал ко Господу Прошу тебя, Господи Божий мой Верни дыхание в его тело Вот Илья такой очень простой человек Он не говорит длинных речей Многие пророки говорят длинные речи А вот Илья говорит Боже, слушай, ну что это такое Ты что, ее накажешь? Он даже не выясняет, за что Просто говорит Это несовместимо Ты Жизнь, свет Потом это будет в Евангелии Я здесь для того, чтобы являть себя этим людям Как может быть смерть в этом доме? Это абсурд Господь услышал молитву Ильи Вернул дыхание в тело ребенка И он ожил Илья взял ребенка И спустился с ним из верхней комнаты дома Где жил и отдал его матери Вот, собственно, и все без лишних слов Опять-таки Женщина отвечала Илья сказал Гляди, твой сын жив Женщина отвечала ему Теперь я знаю, что ты человек Божий И что истинно слово Господне в восстах твоих Вот интересно Прежде чем рассказывать о таком более Подробном столкновении Ильи с Ахавом Это будет следующая 18 глава Описывается история Ильи И одной бедной маленькой женщины К тому же, кажется, финикинки И, вероятно, язычницы Хотя мы точно не знаем Да? Вот Что это? А просто это история не только про Израиль Вот пророческое служение Оно всегда про все человечество Хотя оно, конечно, проявляется где-то в конкретном месте По конкретному поводу обращено к конкретным людям И, наверное, чтобы мы не думали Ну да, вот у израильтян там Своя какая-то история Отношений с Богом А всех остальных это не касается Это касается всех И даже начинается не с Израиля Потому что Есть вещи более базовые Это Жизнь и смерть Мать и ребенок Голод и сытость Да? Вот то, что касается каждого человека То, что в жизни каждого есть И Господь вмешивается в эту жизнь И, может быть, только тогда, когда мы убедились, что это так Мы можем увидеть, как он вмешается в высокую политику В жизнь северного израильского царства Но об этом 18 глава Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!